Дух, душа и тело Сходство и отличие на возглядах на этот вопрос у иудеев и христиан Вопрос на докторскую диссертацию Ну, скажу кратко Дело в том, что если говорить на еврейском языке Слово нефеш, согласно книге Левит 17 глава, означает параллельно слову кровь Душа, тело, есть кровь Это непосредственно понимание, оно есть и в других семитских языках В частности, слово нефеш в аккадском, вавилонском языке Это напишто, означает горло Вот здесь сонная артерия стучит, кровь То есть, поэтому, естественно, мы, например, видим хорошие примеры этого в Библии Когда умирает рахиль, написано, выходит из нее душа Но она же умирает от родов вследствие кровопотери То есть, мы видим, это приложение здесь очень четко работает Вот По поводу слова руах или дух В данном случае дух – это ветер Одно и то же слово Дух – это ветер И поэтому здесь больше возникает вариации В частности, используется в еврейском языке слово дух Дух в смысле состояние настроения Да, злой дух – это означает плохое настроение Очень часто Депрессивное настроение Слово депрессия в еврите нет Поэтому говорят злой дух В этом смысле Вот То есть, все эти вещи В семитском мышлении Они очень четко вот таким вот образом ставятся Но в греческом мышлении под влиянием Платона Тут совершенно другая картина Тут уже начинает возникать материя и нематерия Это исключительно греческая конструкция В еврейском языке, в Библии нет понятия материя и нематерия К сожалению, что происходит в нашей системе образования Мы изучаем науки Нас вталкивает эту греческую систему мышления Мы говорим – это материя, это нематерия Мы приходим в Библию, открываем И нам думается, что речь идет о материальных и нематериальных вещах Как говорят в Одессе, это гвоздь не от той стенки Вот В чем проблема дальше? Приходят неоплатоники В восьмом веке И к большому сожалению Определенные раввины Начинают эти идеи из неоплатоников зацеплять А в христианстве они уже есть И вот и получается горючая смесь Сегодня иудаизм и христианство Понимаете, верят в одно и то же Только единственное отличие В христианстве традиционном Душа там жарится в чистилище Или уже в раю птички слушает А в иудаизме нет ада и рая Вот, соответственно Но есть другие вещи Благодаря развитию кабалы Которая является смесью иудаизма И неоплатонической философии Вот Я был на могиле великого ребе Менахима Менделя Шнирсона О котором я вам говорил И там, значит, надо написать записочку Прочитать псалом Номер которого соответствует Дню рождения ребе А потом эту записочку надо кинуть Вот так, там такая могильная плита И вот такая загорожа Ее надо туда кинуть Потому что над этой загорожей Живет душа ребе И она прочитает записочку И ответит на вопрос Как относиться к кремированию покойного Для многих религий И это этический вопрос Но, собратья Мы знаем, что говорит Господь А я знаю Искупитель мой жив И он в последний день Восставит Распадающуюся кожу мою сию С какой скоростью распадающаяся Не имеет значения Но если кто-то Умер 300 лет назад То, в общем-то, разница между Умершим и похороненным 300 лет назад А то и тысячу лет назад Небольшая между тем, что было Ну, что тело кремировано Просто процесс быстрее происходит Вот, ну, для Бога это же нет проблем Написано Я не забуду вас Я посчитал волосы на вашей голове И помню, где они расположены Бог абсолютно точно знает наше ДНК И он способен нас по клеточкам восстановить Поэтому разные бывают ситуации И ничем не отличается ситуация Когда человек Вдруг почему Ну, в результате катастрофы Просто сгорел Или так получилось Мессия придет От колена Давида Но Иисус родился От Духа Святого Ну, здесь И то, и то правильно Мама у него была Из колена Давида Вот А родился он от Духа Святого Так что здесь все правильно Вот Он ходил в синагогах И изучал Так Я должен взять Библию Римлянам 11 глава Написано Весь Израиль спасется Как это будет и когда Сегодня и происходит сейчас По поводу Весь Израиль Мой хороший знакомый Специалист По Ветхому Завету По Новому Завету Когда ему задал этот вопрос Что значит Весь Израиль спасется Он ответил Это значит Весь, который спасется Объясните, пожалуйста Значение выражения Господь Бог Перед нами Мы говорили об этом В одной из наших лекций Если Я некоторые вопросы Вынужден пропускать Вернее Пропускаю Специально Потому что Лекции Вот Которые здесь записывались Они В общем-то Это затравили Меня спрашивали Что такое Грех к смерти На нашей первой лекции Мы говорили Что такое Грех к смерти Если вы ее пропустили То Вот Братья стоят За камерами Они это не пропустили Значит Оно будет На спутнике И в цифрах Поэтому Тоже здесь скажу Мы обсуждали Вопрос имени Божьего Четырехбуквенное Имя Божье Юд Гей Вав Гей Да Это одно из имен Бога Это означает Сущий Тот, который был Есть и будет Альфа и Омега Это все Вместе Как говорится Складывается Это имя Мы говорили О безвременности Глагола Здесь Это все В лекциях есть И мы говорили О слове Элохим Что это тоже Имя Божье Которое во множественном числе Поэтому В данном случае Таким образом Мы ссылаемся Не на кого-то там Неизвестно кого Но На нашего Создателя Как происходят похороны В иудаизме Что означают Различные действия Этого ритуала А я вам скажу Что делается На похоронах В иудаизме Читается Молитва Кадиш Я сейчас Она записана На арамейском языке И Читается Она Вот как Я перевожу Сходу Потому что Я естественно Не знал Что этот вопрос Поступит Да будет Досвятиться И возвеличится Великое имя Того Кто создал Вселенную По воле своей Да Приблизится Царствие Его В наши дни И в наше время И во дни Всего народа Твоего Да придет Скорее Мессия Его И да Спасет От нас Что это напоминает Вам Это Еврейский Вариант Отче наш Кстати говоря Иисус его и берет Из молитвы Кадиш Кадиш Означает На арамейском Досвятиться Ну вот И Здесь Это делается На основании Книги Йова Бог дал Бог взял Да будет Имя Господа Благословенно Вот Как Объяснить Голокост Это даже Докторская Диссертация Не поможет Знаете Почему Что Зло На земле Необъяснимо Зло На земле Необъяснимо Если мы Это Объясним Значит Мы Попытаемся Оправдать То Что Произошло Понятно Что Это Сделал Не Бог Понятно Что Это Сделали Люди Но Также Понятно Что Из Любой Трагедии Бог Находит Что-то Созидающее И в данном Случай Это Созидающее Это Создание И возвращение Народу Божьему Его земли Не без Божьей помощи Для того Чтобы народ Видел Что Бог Не оставил Его И Это Сегодня Единственное Утешение Которое Я могу Сказать Всякому Еврею Который Спрашивает Меня Где Был Бог Когда Мы Были В Газовых Камерах Это Непростой Вопрос Но Он Был Там же Когда Арабов Со Всех Сторон Окружили И Напали На Это Манюсенькое Несформировавшееся Государство Но Почему-то Оно Не Стерлось С Лица Земли Он Был Там же Как По Своему Обетованию В Последней Лекции Мы Говорили Что Я Не Призрю И Не Истреблю И По Милости Божьей Мы Не Исчезли Правильно Ли Ли Употребляет Имя Бога Ягова Или Яхве Или Евреи Не Произносят Это Имя Почему Эллен Уайт Употребляет Имя Ягова В Своих Работах Эллен Уайт Имя Божье Напрасно И Поэтому Благоговейно Когда Видят Четырехбуквенное Имя Бога Говорят Адонай Наш Господь Отсюда И в Новом Завете Мы Видим Это Это Имя Таким Образом Встречается Тоже Мы Говорили Об этом В одной Из наших Лекций Как Понять Все Движущее Что Живет И Будет Вам В Пищу Как Зелень Травную Можно Добавить Я думаю К вопросу Тонули Нам В Пищу Все Движущееся И Хрюкающее И Квакающее Дело В том Что Как ни Странно Но Это Хороший Вопрос Потому Что И И он Параллелен Вопросу Заданному По Посланию Кремлянам Одиннадцатая Глава Весь Израиль Спасется Я Я Сказал В Еврейской Диаматике Весь Это Не Абсолют Весь Это Относительное Понятие Поэтому Весь Израиль Спасется Тот Который Спасется Все Движущееся В пищу То Что Дано В Пищу Если Бы Даны Были В Пищу Нечистые Животные А их Была Всего Пара То У нас Бы Просто Не Было Б Проблем Нечистых Животных У Нас Бы Просто Свиней Не Было Ной бы Ее Просто Съел И Вы бы Здесь Мне Эти Вопросы Вообще Не Задавали Так Это я Уже По-моему Отвечал На этот Вопрос Лично Стараюсь Понять Суть Вопроса Но Отвечу Так Как Вам Нравится Новый Храм Отвечу Так Новый Молитвенный Дом Мне Очень Нравится И Я Надеюсь Что Послушав Эти И Другие Лекции Мы Адвентисты Седьмого Дня Запомним Что Храм Находится На Небе Вот А Это Дом Собрания Дом Молитвы Но Не Храм Со Всеми Вытекающими Отсюда Последствиями Почему Даниил 9 25 7 Плюс 62 Плюс 1 Почему Не Так Про Почему Не Проще Ответ Здесь Такой Не Проще Потому Что Разные Периоды Показаны 7 Седмин Это Время Восстановления Иерусалима Когда 69 Седмин Это Существование До Восстановления Иерусалима Естественно Последняя Седмина Включает Себя Служение Иисуса Я Конечно Не Могу На Все Вопросы Одного Задающего Отвечать Это Было Бы Неправильно Поэтому Я Заявляюсь Вынужден Быть Избирательным Когда Я Вижу Один Почерк И Несколько Вопросов Я Думаю Это Справедливо Потому Что Я Так Понимаю Что Время Наше Скоро Подходит К концу Что Означает Буду В Первом Коринфянам Буду Молиться Духом Молиться Умом Буду Молиться Буду Петь Духом Но и Умом Тоже Но Вы Знаете Что Некоторые Считают Что Речь Идет Об Гласолали То есть Когда Человек Издает Гласолали Это Якобы Он Духом Говорит Это Конечно Хорошо Но Я вам Скажу Я люблю Пятидесятников И часто Бываю И проповедую У них Я Отследил Очень Хорошо Что Гласолали Применяется В любой Пятидесятнической Церкви Только В одном Случае Я Я Еще Не Видел Ни Одного Человека Который Выходил И Делал Церкви Объявления На Гласолали Тем Более Пел На Гласолали Поют Они На Русском И На Украинском Проповедуют Тоже На Русском И На Украинском Духом Вот Это Выражение Используется Только Тогда Когда Дается Воля Эмоциям В молитве Вот Тогда Получается Духом Поэтому Когда Этот Текст Используется Для Оправдания И заявления Что это Дескать Есть Ангельские Языки Я всегда Предлагаю Спеть Но Это Не Получается Почему То Вот Все Время Ссылается Что Кто-то Когда-то Это Делал Но Я Еще До Сих Пор Не Увидел Кто Когда Пел На Этих Иных Языках Вот В чем Проблема Язык Подразумевает Средство Общения Язык Это Способ Выражения Мысли И Поэтому Выражать Мыс Выражение Того Что ты Не Понимаешь Не Есть Язык Вот Павел В первом Коринфянам Говорит Тоже Об Иностранных Языках Поэтому Говорит Об Употреблении Пения На Иностранном Языке И Об Употреблении Других Литургических Форм И функций На Иностранном Языке О чем Говорит Если Вы Это Делаете То Используйте Перевод Как Об Это Сказано Было Еще В Нееме Восьмая Глава Когда Стояли И читали Тору На Иврите Рядом Стояли Те Которые Прибавляли Истолкование И давали Возможность Понять Я Извиняюсь Что пропускаю Вопросы Просто Потому Что Время Наше Истекает А Когда Ну То Я могу Конечно Стоять Здесь И молчать Перед Вами Вчитывая Все Вопрос Но Я думаю Что Вам Это Будет Скучно Поэтому Я Вынужден Пропускать Вопросы Смысл Которых Я должен Внимательно Вчитываться Разве Можно Назвать Иисуса Равным Богу Ведь Он Был Первенцем И Был Сотворен Богом Ну Про То Что Первенец Из Мертвых Мы Читали Но Мне Хотелось Увидеть Фразу Сотворен Богом Где Нибудь Библии Он Рожден И мы Знаем Когда Он Родился Ну 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 Это Пожалуйста Вы Предъявите Их К Апостолу Павлу Который Тут Тут Я К Сожалению Я понимаю Что Задающего вопрос Интересует Концепция Троицы Вот Это конечно Философская Концепция Библии Слова Троица Нет Это мы Все Знаем Но Вопрос Был ли он Равным Богу Задайте Пожалуйста Апостолу Павлу Потому Что Написано Не Почитал Хищением Быть Равным Богу Вот Мы Конечно Разгребли Большую Кучу Вопросов Да Я думаю Что Времечко Наше Становится Поздним Я Очень Благодарен Вам За ваши Вопросы И Сожалею Что Не могу Ответить Еще На Вот Такую Жестопочку Вопросов Но Вы Не Расстраивайтесь Знаете Почему Дело В том Что Я хочу Пригласить Вас Всех Чьи Вопросы Не Отвечены И Может Быть Те У кого Могут Из вас Возникнуть Вопросы Я Хочу Пригласить На Наш Электронный Веб Журнал Который Называется Борух Как Слышите Веб Сайт 3w Точка Борух Точка Инфо Борух Точка Инфо Там Вы Прочтете Многие Интересные Статьи Которые Возможно Уже Отвечают На Ваши Вопросы Также Там Есть Уже У нас Большая Коллекция Отвеченных Вопросов Ну И Если Вы Все-таки Имеете Вопрос Ответа На Который Вы Не Нашли На Сайте То Мы С Удовольствием Примем От Вас Заявочку Ответить На Ваш Вопрос Отвечения